Зигмундс Скуинш. Кайлумс. Нагота. Авторизованный перевод с латышского Сергея Цыпаковского. Читает Евгений Бразуль-Прышковский. Глава вторая. Самым большим его недостатком было так называемое остроумие на лестнице, в чем снова и снова приходилось убеждаться. Лучшие мысли являлись всегда с опозданием. И, наверное, потому ему нравилось больше писать письма, где каждую фразу можно было спокойно продумать, отточить, переставить. А в разговоре с глазу на глаз он обычно терялся. Мысли мешались и путались. Он нес такую околесицу, что потом, вспоминая, готов был от стыда сквозь землю провалиться. Зато, оставшись наедине и мысленно повторяя весь разговор, он находил и нужные слова, и нужный тон, блистал остроумием. Наедине с самим собой, тут он прокручивал блестящие диалоги, точно фан-фан-тюльпан, сыпал остротами, и неприятные воспоминания понемногу разукрашивались фантазиями. У меня ж на языке это вертелось, чуть-чуть не сказал. Недостаток его был и в том, что он чересчур легко сдавался, слишком быстро отступал. От вокзала до центра путь был неблизкий. Там, где когда-то дремала окраина с зелеными лугами, садово-ягодными участками, теперь громоздились белые, недавно понастроенные пятиэтажные дома. Старое шоссе, избитое, разъезженное, имело вид плачевный. Дребезжая и громыхая, сновали по нему ободранные самосвалы. Чинные, седые бабули обгоняли его на трескучих мопедах. Клубилась пыль, жарило солнце, зелень в палисадниках была точно цементной пылью присыпана. Пёстрые афиши на перекрёстках зазывали в кино, на гастрольные спектакли Рижского театра. Магазинные витрины предлагали бакалейные товары, галантерею, хлеб. На латышском языке, на русском. На привокзальной площади росли и убывали три очереди. На автобусной остановке, у бочки с квасом и у киоска с мороженым. В зале ожидания приятный полумрак, прохлада. Он посмотрел расписание. Поезд в Ригу отходил только в четырнадцать двадцать. Чего ради Теннисон уговаривал его остаться в Рандове до воскресного вечера? Неспроста, это сразу видно. Парень он плутоватый. Во всяком случае, вежливость его подозрительна. А потом эти двусмысленные взгляды, которые Теннисон бросал на Марику. Неужто она и в самом деле ничего не знает или только притворяется? Фотография была настоящая. Марика вроде ей не очень и удивилась. Вела себя так, будто она обрежет бордо, чьи снимки продаются в любом киоске. Перрон безлюден. На запасных путях товарный состав. Из вагонов выгружали дрова. Чурки гулко колотились друг о дружку. Он обошел вокзал и вернулся на площадь. Подошвы тонули в разогретом асфальте. Очередь за квасом еще больше вытянулась. Подходили люди с бутылками, бидонами, банками. Продавец, сухопарый старичок в белом халате с подвернутыми штанинами, в свободных башмаках на деревянной подошве, занимался своим делом с философским спокойствием. Наверное, тот самый Мартинж. Еще один заочный знакомый. Что-то потянуло его к этому старику, видимо, не только жажда. Мартинж, да наливайте вы поскорее, мы торопимся. Вам бы только поскорей. А всякое дело, дочка, с толком надо делать. Небось, парикмахера не торопите? К парикмахеру вообще не подступишься. А вы косы отпустите, как в старое доброе время. Прежде на всю рандову была одна единственная женская парикмахерская, да и та, по большей части, пустовала. Тогда, милый ты мой, здесь не было текстильного комбината на три тысячи женских головок. А вот войдет в строй новая очередь, считай, еще три тысячи. Но так сколько нальем? Да литра четыре. Правильно. Пить надо больше, особо во второй половине жизни. Не то человек все равно, что вобла, сохнется. Опять же, разные там отложения промываются. В журнале здоровье хорошая была статейка. Мелочь на тарелке по соседству с краном в квасе вымочена. Ну, так сколько нальем? Одну большую, сказал он, когда подошла его очередь. А вы, видать, из армии. Ополаскивая кружку, Мартин с головы до ног окинул его изучающим взглядом. Что, похоже? Еще как. Вид такой праздничный. Сразу чувствуется человек еще. Не бросил якорь. Ни забот, ни спешки. Да откуда такому молодцу взяться в рандове? Теперь стоявшие в очереди стали к нему приглядываться. А вы что тут, наперечет всех знаете? Да прям, скажем, почти всех. С девчонками труднее, тем мельтешат, как мушки летним вечером. А парней в рандове раз-два и обчелся. И бочек с квасом всего две. Одна в центре, другая здесь, у старого Мартыня. Ну что, повторим? Нет, спасибо. Поставив кружку, он отошел, потом обернулся. — Скажите, где тут улица Прежу? — Улица Прежу? Автобусную станцию знаете? — Так вот, ступайте туда. Вверх по реке. И еще немного пройдете и влево. Узкая такая. — Спасибо. Он чересчур легко сдавался. Он слишком быстро отступал. Был еще второй адрес. Улица Прежу, 8. По правде сказать, не второй, а самый главный. Поезд только в 14.20. Центр города он знал довольно хорошо. Помнил по прежним наездам. Площадь, гостиница, театр, старинная церковь. Когда отец был жив, они чуть ли не каждое воскресенье выезжали куда-нибудь на машине. Чаще всего в Северную Видземе. Отец считал ее своей родиной, хотя большую часть жизни провел в Риге. Окраины Рандовы ему были незнакомы. Петляли узкие, песчаные улочки. Среди густых ухоженных садиков прятались особнячки, видимо, частные, построенные после войны, когда центр города лежал в развалинах. В ту пору многие из здешних городков были похожи на опаленные огнем обезображенные деревья, продолжавшие цепляться за жизнь лишь с помощью коры и веток. Кудахтали куры, лаяла собака, пахло коровником, жасмином. Сонные кошки, затянутые в марлю вишни, сарайчики, гаражи, напоминающие локаторы телеантенны на длинных шестах. — Скажите, это дом в восемь по улице приезжу? — Да. — Что вы хотели? Длинная худая женщина неспеша распрямилась над грядкой клубники, вытерла о переднику зловатые, скрюченные ревматизмом пальцы. Щулись на солнце, она вопросительно смотрела на него, жадно глотая воздух, грудь ее высоко вздымалась. — Я хочу вас спросить, в общем-то, долгая история. Видите ли, я писал по этому адресу, мне его дали, потому что в общежитии письма частенько пропадают. — А-а-а-а! — протянула женщина. Глаза ее оживились, на лице заиграла чуть приметная улыбка. — Так вот это кто! — Так точно. Меня зовут Александр Драйско. — Как же, как же! Каждую неделю приходили, а то и по два сразу. Солдаты большие, охотники, да писем. Мой племянник, пока служил, тоже писал мне. — Скажите, а кто их получал? — Ваши письма, что ли? — Ну да. — Кому писали, тот и получал. Я их у себя не держала. Господи, что за новости мне-то что? Она сама попросила, я ей разрешила, что мне ящика почтового вожаль. А чего же не помочь человеку? — Все верно. — Большое спасибо. — Да я не об этом, просто хотел спросить. Вы ее знаете? — Кого? — Ну, которая получала письма. — Как же не знать? У меня на базаре творог всегда покупала. Языкастая такая, бедовая. — Как ее зовут? Женщина, от досады всплеснув руками, фыркнула, взглянула на него, как на помешанного. — Да Марика Виттеня! Или как ее там? Уж и сами не знаете, кому письма строчили. А я-то еще порадовалась, такой почерк красивый. — Скажите, пожалуйста, какого цвета у нее волосы? — Будто у меня других забот мало. Только волосы разглядывать. Может, каштановые, а может, золотые. Откуда мне знать? Теперь ведь волосы и белят, и красят. Кому что в голову взбредет? — Они рыжие? — Да хоть буромалиновые! Мне-то что? Женщину этот разговор все больше раздражал. Никак она не могла взять в толк, чего от нее хотят. И оскорбившись, заподозрила, что ее в чем-то хотят уличить, обвинить. И сердилась она, и хмурилась, и, как обычно бывает с пожилыми людьми, если их вывести из себя, потом долго не могла успокоиться. — Я не смотрю, какого цвета у человека волосы. Мне какое дело? Спроси меня, какого цвета были волосы у покойного мужа, и то не скажу. Она попросила, я и разрешила. И не хотела ведь у каждого свой адрес. А она говорит, все в порядке. — Спасибо. — Ничего не в порядке. Если все было в порядке, вы бы ко мне не пришли. Допрос бы не учинили. — Нет, в самом деле. — Да вы не валяйте, прямо скажите. Чего вам надо? — Еще. Еще один и последний вопрос. Где живет Марик Авитоня? — И этого не знаете? — Нет, но вот как бывает, когда пишешь по чужим адресам. — В общежитии живет. На вокзальной улице. Где же еще? Номер дома не помню, но на цифры память у меня слабая. — Все ясно. Спасибо. Ему вдруг захотелось рассмеяться, хотя сам не знал о чего. По-прежнему никакой ясности. Сплошные загадки. Запутанный клубок, который просился, чтобы его распутали. Но разве это расходилось с его желаниями? В самом деле, для чего он сюда приехал? С самого начала это была игра. Неизвестный адрес, неизвестный почерк, неизвестная фотография. Остальное дополняла фантазия, уверенности никакой, сплошные домыслы, и с каждым письмом они волновали все больше. Еще открытие и еще одно. Но почему он отнесся к этому столь серьезно? Кое-кто из ребят переписывался с двумя, тремя, а то и десятью девчонками. Разного рода сюрпризы, естественно, ходили в условия игры, как пустые билетики в любой лотерее. С этим следовало считаться. Ну, что и правда, Марика ничего не знала? Возможно ли такое? Впрочем, это не так уж и важно. Здесь имя только шифр. Нужно разгадать, что за шифром скрывается. Обычное его малодушие. Ущемленное чувство собственного достоинства. Вялость и робость. Уж он-то себя отлично знает. Стоит появиться непредвиденному препятствию его решимости, как не бывало. Слава Богу, нашелся повод, чтобы отступиться. На школьных вечерах он никогда не приглашал танцевать девушек, которые ему действительно нравились. Как можно приглашать ее на первый же танец? Сразу всем бросится в глаза. Она откроет мою тайну. Все поймет. В пятнадцать лет он писал анонимные письма Иветте, самой красивой девочке из параллельного класса, тщательно отделанные, пересыпанные остротами, ослепительными парадоксами. Его послания нашли должный отклик. Иветта прислала записку, в которой сама назначила свидание. В условленное место он явился часом раньше, окрыленной победой. Иветта пришла, ждала его, а он никак не мог собраться с духом, выйти из темной подворотни, где прятался. На другой день он написал ей письмо, все обратив в шутку, зло посмеявшись над Иветтой за то, что та легко позволила себя провести. И все лишь за тем, чтобы она не разгадала его истинных чувств. Так или иначе, старуха назвала имя Марики. Назвала ее адрес. Впрочем, два первых письма он отослал в пятнадцатую квартиру общежития. И они были получены. А что ждало его в Риге с ближайшим поездом? Звучит великолепно. Зачем? Он взглянул на часы и зашагал обратно к центру. По-настоящему не чувствуя себя ни поэтом Александром Драйской, ни сыщиком Шерлоком Холмсом. Субтитры создавал DimaTorzok